В заповедниках и в природных заказниках Восточного Казахстана орудуют браконьеры. Рыбный промысел разворачивается на особо охраняемых территориях Кокпектинского и Курчумского районов области. С начала года незаконно выловили более 12 тонн ценных пород рыбы. Деятельность браконьеров пытается пресечь оперативно сформированный в регионе авиаотряд. В рейд на воздушном судне отправился Вячеслав Итлугин. В горах Восточного Казахстана уже несколько суток баражируют вертолеты. На борту винтокрылых машин рыбинспекторы, природоохранные полицейские и десантники Казове лесоохраны. За первый час полета в природном заказнике Кокпектинского района авиапатрульные находят замаскированные в камышах лодки браконьеров. Оперативники задерживают артель незаконных промысловиков. Судя по стоящим у берега грузовикам, браконьерский лов здесь идет в промышленных объемах. В Маркокольском заповеднике у мест нерестилищ Хариуса и Ускуча под прикрытием местных егерей браконьеры чувствуют себя не менее комфортно. Это засоленный Ускуч, свежевыпотрошенный, свежий из вылов. Здесь порядка 30-40 килограмм ориентировочно. Обнаружить браконьерские группы пока удается только с воздуха. Альтернативы авиапатрулям в регионе практически нет. На каждого рыбинспектора в Восточном Казахстане приходится больше 20 километров подконтрольной территории. С начала года по сегодняшний день открыто около 900 правонарушений. Из них около 200 направлено на суды. То есть это погрубные нарушения, использование запрещенных сетей. Такие авиарейды – дело эффективное, но все больше затратное. Авиапатрули с учетом выделения средств на заправку и обслуживание вертолетов обходятся региональному бюджету многомиллионными расходами. Поворот незаконный рыбный промысел, по словам старшего инспектора регионального филиала Казове лесоохраны Владимира Санарова, вполне возможно. Для этого нужно лишь четко обозначить границы природных заповедников и усилить там охрану на местах. Нужно принимать меры и принимать меры прежде всего на законодательном уровне. Что-то нужно выбирать, одно из двух. Либо там вводить заповедный режим, который полностью закроет там посещение для этого. Либо закрывать эту запретную зону и открывать там нормальную рыбохозяйственную деятельность. Между тем, с начала года на территории природных заказников, озер и водохранилища Восточного Казахстана задержали 900 браконьеров. У них изъято несколько тысяч километров промысловых сетей. Вячеслав Петлугин, Аслан Тулепов и Роман Родионов. Восточно-Казахстанская область. Хабар, 24.